Добрый день, коллеги! Начинаем после небольшого перерыва очередной пресс-конференции оригинального информационного центра. Как всегда, тема пандемии так или иначе у нас сегодня будет затронута. И сегодня у нас в гостях с удовольствием представлю это Владимир Александрович Михайлов, это директор многофункционального центра ЮГРЫ. И сегодня мы обсудим как раз работу во время пандемии, в каких условиях приходится работать и как жителям ЮГРЫ получать услуги. Ну и в то же время мы обсудим перспективы развития, потому что хоть пандемия немножечко и затормозила некое развитие, все равно мы будем идти вперед. Ну и первый вопрос касательно как раз нашей темы. Хотелось бы поговорить о той же пандемии. Насколько она затронула вашу организацию, изменила ли формат работы, если да, то как. Ну и какие бы особенности вы хотели бы отметить вперед. Спасибо большое, Алексей, за вопрос. Действительно, режим повышенной готовности отразился и на работу многофункциональных центров ЮГРЫ. Теперь услуги можно получить исключительно по предварительной записи. Значит, ну что здесь следует отметить? Что самый оптимальный способ, потому что цифровые технологии, цифровые сервисы, они тоже пришли в многофункциональный центр. Записаться на прием достаточно, но для того, чтобы это осуществить, прийти на единый портал многофункциональных центров ЮГРЫ и, соответственно, выбрать определенный раздел, запись на прием и осуществить его. Значит, также, да, обращу внимание, что если на определенную дату возможности отсутствует, но бывает такое, потому что мы понимаем, количество работников, которые могут осуществить прием, он ограничен. Талончики люди уже взяли по предварительной истории. И для того, чтобы возможность эта появилась, можно заходить в течение дня, так как если гражданин отказался от записи предварительной, то эта возможность автоматически появляется, и возможность обеспечить предварительный прием появляется, и возможно ее осуществить гражданином. Ну а тогда в продолжении вот вашего ответа, часто бывает, что люди берут талоны, не приходят или как бы забывают отменить, что в этой ситуации делаете? Да, есть такая история, что, понятно, различные жизненные ситуации возникают, или просто человек может не вспомнить, что он когда-то записался на прием. Но прежде всего я хочу отметить и поблагодарить тех граждан, которые проявляют активную гражданскую позицию и в таких случаях отменяют этот прием и делают доступной возможность для посещения многофункциональных центров тех граждан и юридических лиц, которым эта возможность нужна. Спасибо большое за проявление активной гражданской позиции. Но вместе с тем, Алексей, отвечая на вопрос, порядка 30% заявителей не отменяют свой прием и не приходят. Поэтому здесь все-таки хочу попросить граждан обратиться, все-таки проявлять такую активную гражданскую позицию. Тем более, опять же, мы разработали на портале многофункционального центра очень простой способ это осуществить. Не надо никуда не звонить, ни на телефон колл-центра. Просто нужно зайти на единый портал многофункционального центра, выбрать раздел «Отмена записи предварительной», ввести пин-код, который был дан, когда осуществлялся прием, и выбрать то МФЦ, куда был осуществлен прием. И автоматически отмененная запись появляется в общей электронной очереди, тем самым она становится доступной для других заявителей. Спасибо. Владимир Александрович, знаете, хотел задать такой вопрос. Понятно, что во время пандемии возникают у людей сложности, но и в этом иногда бывают какие-то вещи хорошие. Вот в частности, я знаю, что некоторые услуги, если раньше, например, они требовались, чтобы их получить, необходимо было прийти и подать документы, то сейчас они автоматически пролонгированы. И как раз людям, кто эти услуги должен получать, не обязательно покидать свой дом лишний раз. Можете прокомментировать эту ситуацию? Ну, прежде всего, отмечу здесь первое, наверное, и основное, что нужно сказать, что один из основных каналов получения государственных и муниципальных услуг, который и в этих условиях особенно набирает обороты и популярность, но это статистика показывает, это цифровые сервисы и портал государственных услуг. То есть большинство государственных и муниципальных услуг можно получить в электронном виде посредством портала. Для этого нужно иметь авторизацию на этом портале и оформленную подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации. Это можно сделать в том числе и в МФЦ. То есть это первая история. Ну и вторая, все-таки ряд услуг есть, это услуги Депс, соцразвитие, ЮГРЫ. Ну там есть определенный перечень, я могу дополнительно его тоже сказать при необходимости, по которым, если гражданин по состоянию на 23 марта числился получателем этих мер поддержки, то на полгода ему каждый месяц не нужно приходить в многофункциональный центр и подтверждать свой статус, потому что на полгода эта услуга автоматически продлевается. Вот мера такая принята, и в том числе это дополнительный комфорт и сервис для граждан, которые ему доступны в условиях повышенной готовности в том числе. То есть человек больше времени может потратить на семью, на построение карьеры или просто на отдых. Спасибо. Ну а если говорить в общем, какие услуги самые популярные, зачем люди к вам приходят, что они хотят получить? Ну статистику если мы посмотрим, напомню, что по итогам 2019 года в МФЦ Югры оказано более 2,5 миллионов услуг. По статистике, наверное, делится следующим образом. Треть услуг относится к Департаменту соцразвития Югры. Значит, также массовые услуги, которые востребованы, это услуги Министерства внутренних дел. Значит, к массовым услугам относятся также услуги Пенсионного фонда Российской Федерации. Ну вот примерно такая структура, но остальные, конечно, тоже есть услуги, потому что мы оказываем более 296 видов услуг в Югре различных ведомств. Напоминаю, что для того, чтобы это осуществить в соответствии с 10-10 федеральным законом и теми полномочиями, которые возложены на субъект Российской Федерации, на субъект непосредственно и переданы уполномоченному многофункциональному центру. То есть там целый процесс. Значит, мы заключаем для возможности оказания услуг или изменения вида услуг и перечни определенный документ подписываем между полномоченным многофункциональным центром и министерством, которое услугу эту оказывает, или ведомством, ну, исполнительным органом власти непосредственно и муниципальным. Ну и вот те процессы. В том числе, значит, настраиваем информационную систему, которая одна, и все окна работают непосредственно в ней, которая помогает при обслуживании граждан, при оказании услуг, в том числе подготовке правильной и корректной формы о заявлении, которую гражданин подписывает. Ну и это все влияет в конечном счете на качественная подготовка и автоматизация этого процесса на скорость обслуживания граждан. Знаете, мы уже косвенно затрагили эту тему, но все-таки хотелось бы еще раз уточниться. Кроме МФЦ, каким еще способом можно эти услуги получить? Ну, значит, сейчас способов, наверное, несколько больше, но я расскажу о тех перспективах и о тех трендах, которые частично уже реализованы, в какой-то мере они находятся в процессе, но и скоро, я все-таки думаю, работа будет приведена к этому. То есть основная политика государства, которая проводится на региональном уровне, ну, на всех уровнях власти смотреть, это должно в конце остаться только два основных канала получения государственных и муниципальных услуг. Это непосредственно цифровой вид портал государственных услуг и многофункциональные центры. Все остальные истории в какой-то мере передадут эти функции непосредственно вот в эти два основных канала, по которым заявители могут получать юридически значимые услуги. Ну, а есть на данный момент те услуги, которые только в МФЦ и нигде в другом месте получить нельзя? Ну да, сейчас, значит, еще в 2015 году, напомню, коллеги, все услуги Депсос-развития, которые оказываются, они оказываются и переданы исключительно в многофункциональные центры. То есть получить услуги Депсос-развития можно исключительно, придя в многофункциональный центр. Такая же история по Росреестру, по услугам Росреестра. То есть все услуги можно тоже получить в Росреестру, Реестр вас просто не примут, а направят в многофункциональные центры. В процессе, как я уже сказал, сейчас частичная передача, и, значит, есть определенные уже сроки и, значит, понимание, как это будет происходить. Это услуги Пенсионного фонда, это услуги Министерства внутренних дел передаются поэтапно, по определенному графику, и это услуги Пенсионный фонд, МВД и по налоговой инспекции. Такой процесс тоже сейчас инициирован. Спасибо. Ну а теперь хотелось бы поговорить о развитии. Вот действительно известно, что в рамках нашего региона ожидается некая централизация, соответственно, все МФЦИ объединят. И хотелось бы узнать, что вы ожидаете именно, может быть, в экономическом плане от этого слияния, ну и как это отразится на получателях услуг? Ну да, действительно, сейчас в Югре проходит, в соответствии с распоряжением правительства автономного округа, процесс по трансформации многофункциональных центров Югры, непосредственно переходим мы на централизованную модель. Если раньше были отдельно муниципальные многофункциональные центры и один уполномоченный многофункциональный центр в соответствии с законодательством Российской Федерации, то теперь это будет одна большая организация, непосредственно автономное учреждение МФЦ Югры, в которую будут входить все окна работники непосредственно. Ну вот эти все муниципальные многофункциональные центры, они перестанут существовать, и с 01.01.2021 года это будет одна большая организация, значит, которая будет предоставлять все виды услуг. Тоже напомню, в настоящее время в Югре 433 окна, которые обслуживают граждан. Непосредственно все окна универсальные, весь перечень услуг, которые предоставляются по соглашениям, о которых я говорил, они, значит, предоставляются, их можно получить в любом окне независимости, находится оно в городе Сургуте или, значит, в более малочисленном и труднодоступном населенном пункте. Также следует отметить, что инфраструктура, если мы по широкополосному доступу и по каналам связи тоже пойдем, понятно, что развитие здесь происходит, и технологическая возможность обмена электронными документами тоже существует. И вот про вот этот вот канал, про скрытое то, что человек, он приходит в окно, подает документы определенные и уходит. Вот этот процесс, который дальше, он скрыт, но как бы тоже следует отметить, что там работа на основании по соглашению, про которое я тоже уже рассказывал, есть определенный порядок действий, в том числе и передача юридически значимых документов своевременно непосредственно в тот исполнительный орган власти, который предоставляет непосредственно услугу для принятия им решения в соответствии с полномочиями. И вот срок передачи этих документов, он тоже играет роль на скорости и на сроках оказания общей услуги, когда гражданин получит результат конечный, потому что процесс никого не интересует, нужен результат получения услуги. И вот понимая эту специфику и технологическую возможность по каналам связи, значит, ну, допустим, для примера, значит, в населенном пункте Березовского района, сейчас скажу, какой, просто зафиксировал, что Березовский район, Хулимсунт, да, Наталья Сона, вот Хулимсунт для того, чтобы передать непосредственно в орган власти, который принимает решения, которые находятся в Березовском районе, учитывая логистику транспортную, учитывая ту специфику, которая есть, у нас округ большой, значит, должно было пройти 7 дней. Вот организация безбумажного документа оборота, что мы по электронным каналам связи передаем электронный скан-образ документа, юридически значимый, уже позволяет приступить буквально через несколько минут непосредственно ведомству, значит, к обработке документа и осуществлению тех полномочий, которые, значит, он осуществляет. Вместо того, что он бы ждал, пока через 7 дней придет этот документ, тоже такая специфика. Вместе с тем, конечно, есть еще история, что мы по определенным регламентам должны передать бумажный пакет документов, но все-таки я думаю, что в том числе и история с повышенной готовностью приведет к тому, что, может быть, в скором времени и эти регламенты будут исправлены, и будет оставлено место только электронному скан-образу документа, который будет передан по защищенным каналам связи с подписанием электронной подписью ответственным должностным лицом, что тоже ускорит и упростит, в том числе и расходы на логистику, и на время, самое главное, оказание услуги и принятие решений уполномоченным должностным лицом. Ну, какая-то вот такая история. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, если у вас вопросы, можете задавать, только просьба использовать микрофон. Городское телевидение, меня зовут Михаил. Вопрос такой. В период пандемии, вот, всеобщей самоизоляции, центры МФЦ работали онлайн, то есть люди могли часть, ну, нужд выполнить удаленно, в общем. Есть ли смысл открывать эти центры снова, или можно, например, все остальные варианты, то есть ваше предложение перевести в онлайн также? То есть есть ли смысл открывать эти центры снова? Значит, здесь, опять же, нужно смотреть, исходя из полномочий, тех функций, которые определены. Если мы говорим вот про ту службу, которую вы сказали, то все-таки это нужно обращаться к полномочиям, потому что в большей степени они завязаны на ФИД уровень. Вот. В части того, что в целом в перспективе большая часть услуг, возможно, будет к получению в цифровом виде и в проактивном, да, то, наверное, да. На текущую историю, вот, не готов сказать, я знаю, что мы сейчас прорабатываем по поручению губернатора проект как раз оптимизации этого процесса для гражданина, и чтобы, приходя в МФЦ на площадку многофункционального центра, он мог получить услуги и по занятости, да, службы, которые оказывают. Вот этот вот проект, но пока исходя из тех полномочий и возможностей, которые определены законодательством, значит, мы, наверное, пока можем только предоставить площади для того, чтобы эти две структуры находились вместе, и гражданин, придя в одно место, мог получить сразу комплекс услуг. Но в перспективе, думаю, конечно, да, к этому все и стремится. А какой процент населения сейчас пользуется только этими центрами и не использует интернет вообще? По занятости именно говорим. Ну, вот у меня информации, к сожалению, такой нет, потому что не владею ее, исходя из тех компетенций, которые осуществляю. Меня зовут София Исаак, новости от РК Югра. Вот хотелось бы у вас спросить по поводу развития, уточнить вот такой момент. Вот объединят все многофункциональные центры. Именно для югорчан вот сможете, может быть, продублировать или более конкретные плюсы вот объяснить? Значит, ну, первая задача, которую мы для себя ставим, учитывая то высокое качество и обратную связь, которую мы ежегодно получаем на основании той статистики, которая приходит по качеству оказания услуг и по уровню удовлетворенности граждан в получении услуг именно в многофункциональных центрах. Там у нас выше 96%. То задачу первую ставим, чтобы как раз гражданин, может быть, и не почувствовал этих изменений. То есть это первая история. Потому что у нас высокое качество предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах. Это первый тезис, который следует отметить. Следующая. С позицией именно гражданина, да, плюс можно выявить следующий. Учитывая, что это будет одна организация, которая будет иметь единый центр управления, здесь, я думаю, можно более быстрее реагировать на те вызовы, которые происходят. Ну, допустим, посмотрите режим повышенной готовности. Выходит постановление губернатора, значит, организовать такой-то процессорий. Выходит поручение президента осуществить выплату такую-то. Мы должны оперативно организовать весь этот процесс, весь этот бэк-офис, про который я говорил, соглашение заключить, обучить специалистов, потому что понимаем, что в окне специалисты находятся, которые так уже оказывают свыше 296 видов различных услуг, понимаете, их компетенция какая должна быть, и профессионализм. Но если мы добавляем еще одну услугу, то им нужно пояснить и обучить их этому процессу на основании действующего регламента. Вот в единой организации это можно делать более быстрее. То есть это, наверное, вот такой плюс, что скорость принятия решений и реализация их исполнения непосредственно. Вот это, я думаю, наверное, да, основное, что можно отнести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова